Александра Глескова, лидера фракции ЛДПР в регионе и до недавнего времени кандидатов в губернаторы, сегодня задержали силовики. Как сообщают наши источники, произошло это утром неподалеку от законодательного собрания края. Официальной информации к этому часу до сих пор нет. Дело ведет Следственный комитет на транспорте, но там пока хранят молчание. Лишь федеральное агентство ТАСС сообщило, что Глескова подозревают в вымогательстве взятки. Некоторые телеграм-каналы добавляют, что во время задержания депутату посветили на руки ультрафиолетовым фонарем. Судя по всему, проверяли, есть ли на ладонях следы отмеченных купюр. Не комментируют произошедшее и в Заксобрании региона. Нам удалось связаться лишь с этом партийцами Глескова. Они в растерянности и сообщили, что по очереди пытаются дозвониться до своего коллеги, но его телефон недоступен. Пока же в телеграм-канале ЛДПР опубликовано следующее сообщение. Сегодня с утра был задержан лидер нашей команды, руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Красноярского края Александр Александрович. И сейчас в офисе проводятся обыски. Александр Александрович всегда отстаивает интересы жителей Красноярского края. И своей борьбой за правду и правое дело переступил дорогу не одному десятку чиновников. В данный момент причины задержания нам неизвестны. Но мы уверены в правоте и порядочности Александра Александровича и надеемся, что правосудие будет справедливым. Пинает по зеркалу машины и, как ни в чем не бывало, идет дальше. Это произошло в 9 часов вечера накануне во дворах возле остановки гастроном в студенческом городке. Мужчина в капюшоне чем-то проводит по припаркованным авто. Скрежет металла, привлекает внимание очевидцев. По их словам, царапал неизвестный машины ножом. Чуть ниже меня, как бы нет. Там, скорее всего, мужик уже прям полноценный. В капюшоне, как бы, ну и с ножиком вот таким примерно. Я подхожу, говорю, ну что творишь, он поворачивается и начинает рычать на меня. Прямо реально рычать. Тут дети шли, ну с угла. Я пока до детей дошел, говорю, что ну, говорит, сюда не идите пока. Хозяева машины услышали звуки сигнализации. Но неизвестный быстро удалился и догонять странного человека с ножом в руках никто не решился. Вот одна из машин, по которой ударил неизвестный. На гуру он пытался снести зеркало, но сделать ему этого не получилось. Здесь даже остался след от обуви. Глубина, порезав на машинах, небольшая. Но в любом случае ремонт нескольких элементов кузова обойдется в кругленькую сумму. Вот видите как? Вот он как шел. Вот она все, это все полоса по машине. Машина новая, еще двух лет нет. Жалко очень. Я ее облизываю, а тут видите как? Просто обидно. Обидно очень. Всего, по информации правоохранителей, повреждены 11 припаркованных машин. Но это предварительные данные, так как еще не все собственники авто написали заявление в полицию. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Проводят подворовые, поквартирные обходы, опрашивают возможных очевидцев, пострадавших. Также выполняют иные мероприятия, направленные на установление лица, который совершил противоправные действия. И это не первый подобный случай в Красноярске. Так, на Симафорной месяц назад загорелся автомобиль. Поджигателя задержали. Теперь ему грозит 5 лет в тюрьме и возмещение ущерба пострадавшим. Такое же наказание грозит и хулигану, испортившему машины в тут городке. Евгений Назарчук, Данил Дубенко, 7 канал. Двое мужчин провалились под лед на Таймыре. Они ехали на снегоходе по реке Хета и рухнули в полынью. Самостоятельно выбраться из воды им не удалось, и они утонули. Тела погибших, которым был 31 год и 45 лет, достали местные жители до приезда МЧС и сотрудников полиции. Это уже не первый случай смерти на льду в нашем крае этой осенью. В начале октября также на Таймыре со снегоходом утонул 35-летний мужчина. Спасатели напоминают, что реки еще не замерзли, поэтому выходить и выезжать на них запрещено. Красноярский АЗС продолжает снижать стоимость бензина. Так, топливо на нескольких заправках подешевело на рубль и больше. Теперь стоимость АИ-92 на КНП и 25 часов стоит чуть меньше 55 рублей. Цены на АИ-95 остаются в районе 60, а вот литр 98-го подешевел больше, чем на 2 рубля и стоит около 70. Тем не менее, самый дешевый бензин в Красноярске по-прежнему на заправках «Газпромнефти» и «Роснефти». Цены здесь не меняются с начала осени. Так, стоимость АИ-95 почти на 8 рублей ниже, чем у конкурентов, а 92-й стоит 48,25. Стало известно, как будем праздновать День народного единства. В Красноярске пройдут разные тематические мероприятия, концерты и фестивали. Причем начнется все уже 2 ноября. Так, в этот день в фан-парке «Бобровый лог» гости поучаствуют в исторической реконструкции и танцевальном флэшмобе. Будут работать и локации разных национальностей, проживающих в крае. В пятницу жители приглашают написать большой этнографический диктант, а музеи проведут ночь искусств. 4 ноября в сам праздник на площадях пройдут концерты, у Вечного огня заступит единый караул, а в Доме искусств покажут документальный фильм. Напомним, что День народного единства в этом году выпадает на субботу, поэтому выходным будет и понедельник, 6 ноября. День народного единства МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин